Ну, давайте вот что запишем. Что-то более весёлое. Такое предложение. Идеалисты. Идеалисты торжествующие бегут в одну сторону. В одну сторону. Сейчас будет перечисление. Идеалисты торжествующие бегут. Можно включать воображение по дороге. Пока мы зеркально пишем, можно представлять, как идеалисты торжествующие бегут в одну сторону. Идеалисты торжествующие бегут в одну сторону. Я рад, кстати, что у вас на скорость повышается зеркального письма. Это действительно очень приятно. Прямо, что мне вам рассказывать, вы уже сами всё видите. Лилия, как пишем? Мы пишем сразу же зеркально, сразу же переворачивая, без прямого отображения. И пишем такое предложение. Идеалисты торжествующие бегут в одну сторону, запятая. Следующее. Материалисты. Материалисты. Это уже другая группа людей. Вспоминаем нашу картину. Это предложение мы должны писать и представлять это всё обязательно. Материалисты бегут не просто так, а саркастически гагача. Вот так они бегут. Материалисты, запятая, саркастически гагача. Материалисты саркастически гагача тире в другую. То есть идеалисты торжествующие бегут в одну сторону, а материалисты саркастически гагача в другую. Что же будет дальше? Будет, наверное, ещё какая-то группа людей. Да. И лишь, запятая после другую, и лишь кто? И лишь психиатры. Третья группа людей – это психиатры. И лишь психиатры спокойно наблюдают за всеми. Пока они бегают, значит, психиатры. Ну, думаю, психиатры здесь не в прямом смысле психиатры. А может, и в прямом, кто его знает. И лишь психиатры спокойно наблюдают за всеми. Если кто не успевает записывать или нужно повторять сразу... Ну, давайте знак изобретём какой-нибудь. Есть предложение? Предложите, пожалуйста, какой-нибудь знак, и мы его сейчас закрепим. То есть если я, допустим, быстро диктую, или нужно повторение ещё раз, давайте выдумаем какой-нибудь знак, который вы пишете, я сразу понимаю, что нужно ещё раз повторить, или там сначала, или ещё раз. Друзья? Кто-нибудь есть на связи? У меня нет такого, я не найду такой. Давайте выдумаем один, чтобы... Четыре дефиса... Четыре дефиса... А, минусики. Минусик один. Давайте конкретный какой-нибудь, чтобы вот его больше ни с чем не спутать. Может, это будет букву, цифру, рада, какую? Класс. Давайте какое-нибудь число, да, чтобы вот чётко было. Вот такая цифра, и я сразу понимал. Так, ну вот восклицательный знак. Тоже, кстати, хорошая идея, между прочим. Вот мне действительно нравится восклицательный знак. Тут уже даже не знаю, что, если я забуду вообще о нашем договоре, восклицательный знак мне ясно даст понять, что что-то не так. Давайте восклицательный знак оставим. Принято. Так, на чём мы остановились? На психиатрах. Как они наблюдают за всеми? Запятая. Значит, идеалисты торжествующие бегут в одну сторону, материалисты саркастически гащают в другую. И лишь психиатры спокойно наблюдают за всеми, запятая, незаметно прикрывая, незаметно прикрывая рукой. Незаметно прикрывая рукой. Так, спокойно наблюдают за всеми. Незаметно. Прикрывая рукой. Так, что же они прикрывают? Они прикрывают подозрительно умиротворённую чем-то улыбку. Значит, психиатры спокойно наблюдают за всеми, незаметно прикрывая рукой подозрительно умиротворённую чем-то улыбку. Вот как закончилось предложение. Так, рукой подозрительно умиротворённую. Не забываем представлять это всё. Пока пишем. Странная картинка. Из Босха, по-моему. Подозрительно умиротворённо. Подозрительно умиротворённую чем-то улыбку. Не забывайте про восклицательный знак. Если что, надо повторить. Подозрительно умиротворённое. Подозрительно умиротворённую. Так, ну и кто заканчивает, то ставьте любой знак, кроме восклицательного. Пока вот у нас есть восклицательный знак четко. Дает понять, что происходит. И больше пока знаков нет никаких. Кто заканчивает, ставьте свой. Кто не заканчивает, или нужно повторение, ставьте восклицательный знак. Так, ну и пока все заканчивают, я напомню, что эти занятия, которые мы сейчас будем вести, они дольше по продолжительности, чем в марафоне. Они у нас полтора часа длятся, то есть еще у нас восемь минут занятий есть. И я предлагаю перейти сейчас к написанию чего-нибудь разного двумя руками. Вот, а всякие вещи, симметрию, да, помните, симметрия, там, сюда, от центра к центру, наоборот, да, к центру, от центра, или там последовательное писание. Ну, можете практиковать сами, да. Я, скорее всего, скоро открою старые... Это зря я сказал. Нет, не открою. Будем новое сделать. Все, последовательно будем, короче. И это тоже сделаем. Но сейчас я предлагаю вам разделить страницу пополам. И восемь минут потратить на... Алфавит. На алфавит. Очень занимательное занятие. Давайте сделаем так вот... Субтитры сделал DimaTorzok